Инструменты мы куда сейчас денем? Вы интересны? Давайте к вам вот, потом все это унесу. Мы сказали, что машина не... Пусть у вас хранится тогда. Слезы и эмоциональные выпады в адрес представителей закона понятны. Татьяна и Валерий в шоке от происходящего. 150 тысяч рублей, что накопила и отдала в декабре многодетная семья за поддержанный Киа Каренс, оказались выброшенными на ветер. О том, что транспортное средство находится под арестом, выяснилось только накануне. Хотя еще месяц назад при оформлении права собственности на автомобиль история иномарки была чистой, утверждают супруги. ГИБДД же ведь не прошло бы. Без ПТС-а-то как мы купили? Мы же не покупали, продажи покатаем. Посоветовали знакомые, что есть такая машина. Говорит, не хотите ли? Встретили с женщиной. Женщина, как нам, сказала, говорит, у меня мужа нет, говорит, машина как бы в таком состоянии, что вообще в нее вкладываться это раз, как бы мужская нужна сила. Ну, мы согласились. Как выяснилось, под Новый год было совершено две сделки купли-продажи. Первой покупательницей злополучной машины стала уроженка Велегудского района. От нее буквально сразу же Киа отошла многодетным родителям. Выстраиваться эта цепочка началась еще в июне 2015 года, когда супруг, задолжавший юридическому лицу 300 тысяч рублей, решил подарить машину своей супруге. Фирма, взыскатель долга, подала иск в Котловский городской суд с требованием признать сделку незаконной. О том, что договор дарения не имеет силы, удалось доказать только в судебной коллегии Архангельского областного суда, благодаря неопровержимым доказательствам. Автомобиль был подарен, но должник пользовался этим автомобилем, что нашло подтверждение, даже были в отношении его штрафы, наложенные ГИБДД, он совершал это на подаренном автомобиле. Решение суда о признании договора дарения машины недействительным вступило в силу в декабре прошлого года. Понятно, что распоряжаться имуществом супруга должника не имела права, а значит, все последующие сделки тоже аннулируются. Киа Каренс де Юра был возвращен прежнему владельцу-должнику. Де-факто на машину был сразу наложен арест. Эта новость, как гром среди ясного неба, прозвучала на встрече многодетных родителей с судебными приставами. Автомобиль у супругов был изъят. При помощи эвакуатора его передали на ответственное охранение взыскателю долга. К сожалению, аналогичные случаи в нашем городе не редкость. Обезопасить себя можно, если зайти в электронную базу регионального управления службы судебных приставов и проверить всех предыдущих владельцев ПТС, не ведется ли в отношении их исполнительное производство. К слову, только в 2016 году отделом судебных приставов по Котосу и Котоскому району было составлено 280 актов описи и ареста в отношении имущества должников на сумму 56 миллионов рублей.